Черные полосы Я не устраивала и приносила радость. Я ею жила. Вокруг были хорошие друзья, знакомые, любимый человек, дом, родители. Я действительно радовалась, причем вполне осознанно, можно сказать, завидовала сама себе. У меня была понятная, спокойная жизнь. Но я боялась, что долго такое длиться не может. Мне пришлось уехать. Теперь у меня нет дома, меньше друзей, работа, которая не соответствует моим планам и моему образованию. Другой пример. Я заканчивала институт. Последние два года я проводила много времени на кафедре и очень сблизилась с преподавателями и студентами. Последний семестр я чуть ли не физически ощущала, что это замечательное время и вряд ли оно когда-нибудь повторится. Я пыталась запомнить каждый день. Мне предложили остаться работать в институте. Рада я была просто жутко. Но начались сокращения, и меня не взяли. В результате полгода я просидела без работы дома. Это были для меня просто черные дни. То есть не раз складывались ситуации, где я действительно была довольна жизнью и благодарила за это Бога. Но потом начиналась такая черная полоса. Закон в моем случае не срабатывал. Меня относила на волну отрицательных действий. И еще, когда мне совсем плохо, и я начинаю выть, жаловаться, мне как будто дают подсказку, помощь, хотя по вашей теории меня должно было снести совсем уж далеко. Вот такие нестыковки. Буду рада, если вы мне поможете в них разобраться. Причина всегда была и есть одна и та же. Мир – это зеркало вашего отношения к нему. Самое настоящее. Разница между первым и вторым только в том, что обычное зеркало отражает изменения сразу, а мир отвечает с задержкой, иногда в несколько дней, а то и месяцев. Вот смотрите, что вы пишете. У меня была понятная, спокойная жизнь, но я боялась, что долго такое длиться не может. Последний семестр я чуть ли не физически ощущала, что это замечательное время, и вряд ли оно когда-нибудь повторится. Своим отношением сами задали программу, а мир безукоризненно ее выполнил. Мир всегда безупречно реализует ваш выбор. Он только этим и занимается. Свою претензию к зеркалу вы формулируете следующим образом. Не раз складывались ситуации, где я действительно была довольна жизнью и благодарила за это Бога, но потом начиналась такая черная полоса. Что же послужило началом черной полосы? Так вот, если я скажу, откуда берутся черные полосы, вы не поверите. Даже при отсутствии в вашем письме ключевых фраз, которые я процитировал, источник происхождения черных полос назвать совсем нетрудно. Этот случай вовсе не уникален, потому что все мы всегда совершаем одну и ту же ошибку. Дело в том, что черная полоса, которая следовала за белой, вовсе таковой не являлась. Это вы сами раскрасили ее в черный цвет. Плохое не может следовать из хорошего. В действительности, после хорошего следовало еще лучшее. Но вам показалось, что это не так. Вы не приняли надвигающиеся перемены и выдали в мир негативное отношение. А миру пришлось зеркально отразить это отношение и тем самым реализовать ваш выбор. Таково свойство человеческого разума. Он всегда упрямо отстаивает свой сценарий. Все не укладывающееся в сценарий считается неудачей. И наоборот, за удачу принимается только то, что было задумано. Такое упрямство разума берет свое начало в собственной самонадеянности и в устоявшихся общественных стереотипах. Откуда ваш разум может знать, что для него действительно хорошо, а что плохо? Разве может он предугадать, как повернется дело? Крупная удача никогда предварительно не стучится в дверь. Она всегда буквально сваливается на голову. Вы не задумывались над тем, почему так получается? Да потому, что в таких случаях зазевавшийся разум не успевает помешать удаче реализоваться. Только в момент, когда разум отпускает мертвую хватку своего контроля над сценарием, удача способна прорваться сквозь эту глухую защиту. Удача не может быть запланирована, не так ли? В противном случае, зачем все эти разговоры? Планируй и получай задуманное. Нет, так бывает очень редко. Разум не способен разработать алгоритм успеха. Иногда читатели спрашивают меня, как им следует поступать в том или ином конкретном случае. А мне почем знать? Не верьте никому, кто будет утверждать, что знает рецепт успеха в каждом конкретном случае. Никому этого знать не дано. Тогда кто знает и где найти ответ? Ваш мир, который является вашим зеркалом, знает. Транссерфинг несет в себе самое удивительное открытие, какое только можно себе вообразить. Состоит оно в том, что от вас требуется лишь сделать выбор, а потом не мешать миру его реализовывать. Вот в этом весь парадокс. Человеку не обязательно точно знать, каким образом следует добиваться успеха. Точнее, лучше и не знать вовсе. А вы что? Думали, транссерфинг даст очередной рецепт успеха? Разум не в состоянии найти такой рецепт. Вся прелесть заключается в том, что он сам найдется. Задача разума – не мешать своим контролям течению вариантов, то есть ходу событий. Течение вариантов всегда направлено в сторону вашего выбора. Именно поэтому, если выбор сделан, можно смело положиться на принцип координации намерения. Мое намерение реализуется, все идет к тому и все идет как надо. Вернемся к черной полосе. Всякий раз, как наступала черная полоса, вы, по-видимому, упускали какой-то шанс. Это был шанс сделать белую полосу еще белей. Но разум не принимал наступающие события. Точнее, расценивал их как негативные. И в результате негатив действительно проявлялся во всей красе. Но не стоит по этому поводу расстраиваться. Если определите свою цель и будете придерживаться принципа координации, вас ждет одно замечательное открытие. Вам предстоит убедиться в том, что все совершенные ошибки служили именно этой цели. Вы не достигли бы этой вашей цели, если бы не совершили всех прошлых недочетов. С другой стороны, если бы вы их не совершили, опять же, могли бы добраться до своей цели. Но это была бы другая цель. Ваша цель не единственная. Вот так непостижимо, великолепно и щедро устроен наш мир. Так что не отчаивайтесь. Прошлое впереди, если двигаетесь к своей цели. Может быть, до сих пор вас увлекали только чужие цели?